У нас сегодня онлайн-урок по математике, где мы разбираем задания ОГЭ. Проведет наш урок автор наших пособий, специалист отдела математики издательства «Легион» Ханин Дмитрий Игоревич. Дмитрий Игоревич, пожалуйста, подключайтесь к нам. Мы вас ждем. Очень хорошо вас видно, слышно. Начинайте урок. Добрый день. Как уже было сказано, меня зовут Дмитрий Ханин. Я специалист отдела математики издательства «Легион». И тема моего сегодняшнего выступления – это подготовка к ОГЭ по математике. Несмотря на сложное эпидемиологическое время, ОГЭ по математике никто не отменял. Готовиться к нему нужно, и поэтому я надеюсь, что мой урок будет полезен. Так, ну я перехожу. Так, я надеюсь, что у меня мою презентацию видно. Значит, ОГЭ состоит из 26 заданий, как вы знаете. В этом году 5 новых на планы, которые многих пугают. Ну и, собственно говоря, посмотрим шаг за шагом все задачи ОГЭ из того варианта, который был вам отправлен. Итак, ну, коротко о наших книгах, которые можно заказать на нашем сайте. У нас есть книга 40 тренировочных вариантов по новой демоверсии, то есть по той демоверсии, которая в этом году будет. Есть книга «Тренажер», есть книга «Тематический тренинг». «Тренажер» помогает отработать задания не самые сложные, он обновлен с учетом новой демоверсии. «Тематический тренинг» тоже. В общем, это задачи, книги полезны для тематической отработки материала. Так, ну а я... А есть также, конечно же, книги для подготовки к ОГЭ к заданиям второй части. Это книги «Алгебра с развернутым ответом ОГЭ» и «Геометрия с развернутым ответом ОГЭ». Так, я надеюсь, что меня хорошо видно, что я не вижу, не слышу никого. Так, ну и есть, конечно, книга по Олимпиадам. Ну, это немножко в стороне от ОГЭ, но, тем не менее, тоже полезная книга. Итак, начинаем с вариантов. Начинаем с первых пяти задач. Которые взяты из книг нашего издательства. Задание номер один. Как вы знаете, тут пять задач по одному условию. Читаем условия. Сергей Васильевич – крупный ученый. Его исследования востребованы в промышленности. На рисунке один изображен план двухэтажного дома. Сторона клетки соответствует одному метру. В котором он проживает с женой Валентиной Петровной и двумя детьми – Костей и Викой. На первом этаже гостиная. Самая большая по площади комната. Кухня имеет вытянутую форму, ее длина в два раза больше ширины. Она тоже находится на первом этаже. Рядом с гостиной расположена столовая. Комната Кости расположена на втором этаже, над кухней. Его комната соседняя с комнатой сестры Вики. Комната родителей расположена над столовой. Рядом с ней – просторный кабинет Сергея Васильевича. Что характерно для этих первых пяти задач? Большой массив текста. Далеко не все предложения здесь значимы с точки зрения ответа и математики. Задача, в общем-то, первая не по математике, а на здравый смысл. Итак, Сергей Васильевич – крупный ученый. Его исследования востребованы в промышленности. Эта информация никак не поможет решать эту задачу. Тут надо выбрать из всех предложений то, что нам нужно. А по сути, первое значимое предложение, вот я подчеркнул начало этого предложения, на первом этаже гостиная, самая большая по площади комната. Смотрим на схему первого этажа. Гостиная обозначена цифрой 3, очевидно, потому что на первом этаже это самая большая комната. Мы советуем сразу померить чтение текста, заполнять, подписывать те объекты, которые вы определили. Кухня имеет вытянутую форму. Ее длина в два раза больше ширины. Она тоже находится на первом этаже. Ну, видим, что на первом этаже, кроме третьего помещения, остались помещения 1 и 2. Ну, помещение 1, как раз таки длина в два раза больше ширины. Значит, 1 это кухня. Рядом с гостиной расположена... Рядом с гостиной расположена столовая. Ну, значит, рядом с третьей гостиной 2 это столовая. Комната кости расположена на втором этаже над кухней. Мы уже знаем, что кухня это 1. В смысле накладываем второй этаж над первым. И видим, что над 1 находится помещение 7. Значит, это комната кости. Сразу подписываем объекты по мере того, как мы их определяем. Его комната соседняя с комнатой сестры Вики. Ну, седьмая комната соседняя только с комнатой 6. Значит, 6 это комната Вики. Комната родителей расположена над столовой. Ну, мы уже выяснили, что столовая это 2. Значит, комната родителей это 4. Рядом с ней расположен просторный кабинет Сергея Васильевича. Ну, осталась буквально одна комната, которую мы не определили. Это комната 5. И она как раз таки расположена над столовой. Нет, она как раз расположена рядом с комнатой родителей. Рядом с 4. То есть, основная ваша задача при чтении этого текста, это планово, шаг за шагом, не бояться объема этого текста, а потихоньку раскручивать объекты. Не всегда они даны в порядке. Иногда какое-то предложение может быть не ясно. Надо читать дальше и подписывать объекты по мере того, как становится ясным, какая цифра к какому относится. Соответственно, в тех задачах, где есть объекты, вот такой механизм решения этих задач. И главное, не бояться объема, длинного объема текста. Тем более, по этому тексту дано сразу 5 задач. Я надеюсь, что меня слышно. Значит, по мере чтения текста мы подписали все помещения. Вот, собственно говоря, теперь отвечаем на первый вопрос задачи. Надо подписать гостиную, комнату Кости, кабинет и кухню. Ну, так как мы уже все это подписали в процессе решения, подписываем и получаем ответ. Вот решение, ответ 3, 7, 5, 1. То есть, в ответ мы указываем просто последовательность цифр, соответствующих этим клеткам, в том порядке, в котором они внесены в таблицу. Ну, здесь длинно расписан тот же самый текст, который я сейчас вслух проясню. Мы переходим к заданию 2. Если у кого-то есть вопросы, вы можете их задавать в чат, модератор мне их озвучит. Я в данный момент чат не вижу, но вопросы постараюсь ответить, на которые смогу ответить. Итак, задание номер 2. На втором этаже расположен открытый балкон. На его бортике закоплены деревянные поручники. Определите их общую протяженность в метрах. Ну, смотрим. Тут, конечно, все выделено цветное. В бланках будут рисунки черно-белые. Тем не менее, смотрим. Вот он, балкон, поручни. И, соответственно, мы можем понять, что это длина того участка, который выделен синим цветом на рисунке. Ну, действительно, поручни не идут вдоль стены. Они вот выделены по ограждению балкона. И считаем по клеточкам. Что две клеточки боковая сторона. И считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь клеточек. Это длина. Соответственно, складываем 2 плюс 2 плюс 7. И получаем 11. Здесь очень важен масштаб. В данной задаче масштаб клетки это 1 метр сторона клетки. Значит, в ответе будет 11. Но может также быть масштаб клетки, скажем, 2 метра. Тогда надо умножать на 2. Или 0,5 метра. Тогда надо умножать на 0,5. Так, ну вот, собственно говоря, решение. Найдите площадь комнаты Вики. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. Мы уже выяснили, подписали, какое помещение является комнатой Вики. Это комната 6. Считаем по клеточкам, сколько клеточек в нее входит. Ну, разбиваем мысленно на два прямоугольника. Или просто считаем клеточки аккуратно одна за другой. И получаем, что здесь 18 клеток. Опять-таки, очень важно, что сторона клетки 1 метр. Значит, каждая клетка соответствует одному квадратному метру. Если бы была сторона клетки равна, например, 2 метрам, то площадь одной клетки соответствовала бы 2 умножить на 2. Это 4 квадратных метра. И тогда, если помещение состоит из 18 клеток, то его площадь соответствовала бы 72. Ну, 18 умножить на 4. 72 квадратные метры. Но в данном случае масштаб 1 метр сторона клетки. Значит, одна клетка это 1 квадратный метр. Но за этим надо следить. На это надо обращать внимание. Переходим к заданию 4. В каждой из пронумерованных комнат, кроме Костиной, два окна, а в Костиной всего одно. Других окон нет. Площадь стекла для каждого окна составляет 3 квадратных метра. Стоимость окон при установке складывалась из стоимости стекла, 3000 рублей за квадратный метр окна, и стоимости монтажа и фурнитуры, 7000 рублей за каждое окно. Определите общую стоимость всех окон и их установки. Ответ дайте в рублях. Надо перечитать это условие несколько раз, чтобы понять, о чем идет речь. Всего у нас 7 помещений, ну, 7 пронумерованных помещений. И здесь сказано, что в каждой из пронумерованных комнат, кроме Костиной, два окна. Всего 7 комнат, кроме Костиной, остается 6 комнат. 6 комнат, в каждой по два окна, это 12 окон. И в комнате Кости одно окно. Значит, всего 13 окон. Еще раз. Так как сказано, что в каждой из пронумерованных комнат, кроме Костиной, два окна, а в Костиной всего одно, то значит, в 6 помещениях по два окна, это 12 окон, и в одном помещении одно окно. 12 плюс 1, это 13. 13 окон. Значит, мы смотрим, что площадь стекла для каждого окна, это 3 квадратных метра. И стоимость, складываясь из стоимости стекла, 3000 рублей за квадратный метр окна. 3000 умножаем на 3, больше 3 квадратных метра в каждом окне, и получаем, что стоимость стекла для каждого окна, это 9000 рублей. При этом стоимость монтажа и фурнитуры, это 7000 рублей. Итого мы получаем, что общая стоимость одного окна, это 9000 плюс 7000 рублей. так как у нас всего 13 окон, то мы умножаем 13 на это наше число. 7000 плюс 9000, это 16000 рублей. 13 умножаем на 16, аккуратно, столбиком, чтобы не ошибиться, потому что досадно, почти полностью решив задачу, получить за нее 0 баллов, из-за того, что будет ошибка в арифметике. А вот получаем 208000. Нас просили дать ответ в рублях. Значит, 208000, не забываем 3 нолика в конце рисовать. 208000. Вот такая вот задачка. Решать ее арифметически не сложно, но очень много текста в условии. И надо аккуратно, шаг за шагом, его решать. Переходим к пятой задаче. После постройки дома, денег на внутреннюю отделку осталось меньше, чем планировалось первоначально, поэтому пришлось экономить. В гостиной и столовой предполагалось класть паркетную доску, но обошлись ламинатом, а на сэкономленные деньги приобрели туристические путевки в Крым. Ламинат и паркетная доска продаются только в упаковках. Каждая упаковка содержит одинаковое число квадратных метров материала. Вот, соответственно, сначала надо прочитать условия несколько раз. То, что пришлось экономить и так далее, первое предложение, оно, в общем-то, лишнее. Оно не нужно для решения задачи. Важно, что в гостиной и столовой надо вспомнить, какие это помещения на первом этаже, у нас планировали класть паркетную доску, а обошлись ламинатом. И спрашивается, сколько сэкономили. На что там пойдут сэкономленные деньги? Это вопрос вторичный. Кроме того, очень важно, что и ламинаты, и паркетная доска продаются только в упаковках. То есть, невозможно купить, например, 3 метра паркетной доски. Можно покупать только 10, 20, 30 или 40 квадратных метров паркетной доски, потому что продается только упаковками. А в упаковке 10 метров квадратных паркетной доски. А аналогично и ламинат. Ламинат продается в упаковках по 7 квадратных метров. Значит, его можно приобрести только 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 и так далее квадратных метров. И поэтому придется переплачивать, по всей видимости, за материал. Потому что придется покупать количество квадратных метров так, чтобы было целое число упаковок. А вот за укладку надо класть ровно столько, сколько нужно. Потому что за лишние квадратные метры за укладку платить не надо. Ну, сейчас конкретно я много чего сказал. Сейчас конкретно посмотрим, как это делать. Вот, опять-таки, схема. Мы сначала определяем, что гостиная и столовая это 2,3. И находим их суммарную площадь. Опять-таки, по клеточкам находим площадь каждой и складываем. Ну, или замечаем, что вместе они образуют прямоугольник со сторонами 5,9. 5,9 это 45. Сторона клетки 1 метр. Значит, общая площадь гостиной и столовой это 45 квадратных метров. Значит, отдельно посчитаем стоимость, сколько потребовалось бы денег, если бы укладывали паркетную доску, и отдельно, сколько бы требовалось бы денег, если укладывали ламинат. Начнем с паркетной доски. Значит, у нас 45 квадратных метров площадь гостиной и столовой. А паркетная доска продается, как мы видим из таблицы, в упаковках по 10 квадратных метров. Значит, придется покупать, ну, такое число упаковок, чтобы нам хватило на 45. То есть, придется покупать 50 квадратных метров паркетной доски. 5 упаковок. Дана стоимость 1 квадратного метра. 3200. Значит, 50 квадратных метров стоит 160 тысяч рублей. Вот столько придется заплатить за материал в случае паркетной доски. То есть, мы умножаем не на 45, это стоимость 1 квадратного метра, не на 45, а именно на 50. Потому что нам придется покупать число квадратных метров, кратное тому количеству, сколько квадратных метров входит в упаковку. Ну, то есть, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и так далее. Ну, минимальное 50. А вот установка, вот нам надо 45. За 45, соответственно, и надо платить. Стоимость установки, укладки, 1100 за 1 квадратный метр. Умножаем 45 на 1100, получаем 49500. Ну, получаем, если аккуратно считаем. Если считаем неаккуратно, то, естественно, получаем какое-нибудь другое неверное число. Поэтому считать надо очень аккуратно. Ну, и складываем стоимость материала и стоимость установки. 160 тысяч плюс 49500. Получаем 209500 рублей. Вот такая вот задача. Вот, собственно говоря, требуется пока сравнить эту стоимость паркетной доски с стоимостью ламината. Пока мы нашли только стоимость паркетной доски, материала и установки. Аналогично будем считать ламинат. Ясно, что нам надо 45 квадратных метров ламината. Но он продаётся в упаковках по 7 квадратных метров. Ну, делим 45 на 7, получаем 6,3. Значит, 6 упаковок не хватит, надо 7 упаковок покупать. 7 упаковок, это значит 49 квадратных метров ламината. Ну, и аналогично считаем. 49 квадратных метров по 520 рублей за метр. Очень аккуратно перемножаем столбиком 49 на 520. Получаем вот то, что получаем. 25,480. Аналогично считаем стоимость укладки. Укладываем 45 квадратных метров. Они все куплены 49. 4 по сути лишние. Их пришлось купить в прозапас, но они не пригодились. То есть, умножаем 45 на 180, получаем 8100 рублей. Итого, общая стоимость равна 25,480 плюс 8100, это 33,580. Это надо считать очень аккуратно, потому что вычисление громоздкое. Ну, и считаем, сколько же удалось сэкономить. Для этого из 209500 вычитаем 33,580. И получаем 175,920 рублей. Еще раз. Задачи могут быть очень разные. Вот все эти задачи с первой по пятую, они, в общем-то, минимально связаны с математикой. Хотя здесь может быть теорема Пифагора, найти диагональ какой-нибудь, например, комнаты по теореме Пифагора. Могут быть какие-то математические такие моменты. Но, в общем-то, это первые пять задач. Это задачи на здравый смысл. Главное здесь не растеряться, прочитать большое количество текста, выбрать из текста только то, что нужно. Ну, и дальше, соответственно, работать с каждой задачей отдельно. Ну, и подписывать объекты, подписывать их по мере того, как они встретятся. В тех задачах, где встречаются объекты. Хотя задачи достаточно разнообразные с первой по пятой. Идем дальше. Следующее задание. У нас какие-то несложные вычисления. Тут главное внимательно все посчитать. Десятичные дроби могут быть на вычислениях в ОГЭ обыкновенные дроби. Здесь два действия. Надо четко помнить порядок действий. Что сначала выполняем умножение, потом сложение. Надо уметь, соответственно, аккуратно перемножать десятичные дроби столбиком, перемножать их как натуральные числа. И потом отодвигать запятую на два знака. Потому что один знак в первом выражении, один знак в первом числе 1,6, один знак во втором числе 8,2. Всего два знака. Вот отодвигаем на два знака. Получаем 13,12. Ну и, соответственно, прибавляем потом столбиком 0,38. Делаем это очень аккуратно. Получаем 13,50. Ну, писать надо, естественно, 13,5. Потому что зачем писать 0,01? Если 0 писать в сотых не нужно, после него уже других цифр нет. Ответ 13,5. Чуть более сложная задача. Задание 7. Известно, что m больше n. Какое из приведенных ниже неравенств является верным при любых значениях m и n. Ну и даны 4 варианта ответа. Тут, может быть, и другие, конечно, задания. Ну, в данном варианте вот так. Ну, смотрим. Надо анализировать каждое отдельное выражение. m больше n. Переносим n влево. Получаем, что m минус n больше 0. Это верно. Если m больше n, то это верно. Нам повезло. И первый же ответ оказался верным. Его можно писать в ответ. Но, на всякий случай, надо проверить, что все остальные неверны. Тем более, может так и не повезти, что сразу же первый будет верным. Второе. Ну, если мы уже выяснили, что m минус n больше 0, то, соответственно, оно не может быть меньше, чем минус 2. Потому что, если число больше 0, то оно больше 0. Оно не может быть отрицательным. Оно не может быть меньше 0. И тем более, не может быть меньше, чем минус 2. Соответственно, это не может быть выполнено. Читаем дальше. Ну, третье выражение. Это n минус m больше 1. Мы уже знаем, что m минус n больше 0. Если домножить обе части на минус 1, то слева у нас знаки поменяются. Будет минус m плюс n. Или, что то же самое, n минус m. А справа останется 0. При этом, если мы умножаем части неравенства на отрицательное число, в данном случае на минус 1, то знак неравенства меняется. Таким образом, мы получаем n минус m меньше 0. Если n минус m меньше 0, оно не может быть больше, чем 1. Значит, это утверждение тоже неверно. Четвертое. Но опять-таки, мы уже выяснили, что исходное неравенство, про которое нам говорят, известно, что m больше n, равносильно неравенству n минус m меньше 0. Это мы видим в пункте 3. Однако, если оно меньше 0, оно может быть как больше минус 3, так и меньше минус 3. То есть, оно не обязательно будет больше минус 3. Можно подобрать числа. Например, m равное 10 и n равное 1. Такое, что исходное неравенство m больше n верно. А вот неравенство из пункта 4, n минус m больше минус 3, не будет верным. Значит, четвертое неравенство, нельзя про него сказать, что оно верно при любых значениях m и n, для которых известно, что m больше n. Вот так вот, анализируя шаг за шагом каждый из вариантов ответа, мы убеждаемся, что верное только утверждение 1, которое и указываем в ответе. Так, идем дальше. Ну, тут может быть работа с иррациональностями. Решать можно по-разному. Ну, наверное, один из самых простых способов занести все под общий корень и потом сокращать. 9 можно сократить с 27, получится в знаменателе 3, а в числителе 1. А потом можно 48 еще сократить с тремя. Корень квадратный, и получится ответ, который должен получиться. А можно отдельно преобразовать числитель, отдельно знаменателе. Вот можно 48 разложить как 3 умножить на 16. И потом, если у нас есть произведение чисел под корнем, каждое число положительное, то можно представить как произведение корней. Корень из 27 умножается на корень из 16. Потом корень из 27 сокращается, и получается корень из 16. Корень из 16 – это такое неотрицательное число, которое в квадрате дает 16. Корень квадратный. Поэтому ответ 4. Вот, соответственно, получаем, что здесь ответ 4. Решение уравнений. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больше из корней. Уравнение общего вида. В данном случае квадратное уравнение общего вида. То есть тут нужно пользоваться общей формулой через дискриминант. Ее надо помнить, эту формулу. Находим дискриминант, не путаемся в знаках. То есть это b квадрат минус 4ac. Не забываем, что здесь старший коэффициент при х квадрате – это 2. И на него тоже надо учитывать. То есть здесь минус 4 умножить на 2 и умножить на минус 6. Аккуратно считаем это все, получаем дискриминант 49. Корень из дискриминанта равен 7. Х первая, соответственно, минус 1 плюс 7. Алло? Минус 1 плюс 7. Дмитрий Игоревич, здесь поступил вопрос по седьмому заданию. В седьмом задании логическое решение посильно не всем ученикам. Не проще ли вместо переменных взять значение конкретных чисел и на них проверять выполнение условий? Оно-то, конечно, проще, но ответ может быть неправильным. То есть, тут, конечно, сказано, какое из приведенных ниже неравенств является верным. То есть оно должно быть одно, раз какое, а не какие. То есть, в принципе, получив верное, мы можем сказать, что оно верное, раз в вопросе «какое» является верным. Кстати, важно, что верным, может быть, и неверным. Но проверять на конкретных числах результат может быть совершенно отличаться от того, который нужен. Но опять-таки, обращаемся к заданию пункту 4. Вот неравенство n-m больше минус 3 в зависимости от того, какие мы возьмем n и m и n могут быть верными или неверными. Ну, например, если мы возьмем m равное m, m равное 6, а n равное 5, m6, n5, то у нас получится, что четвертое вроде как тоже верное. А тут спрашивается, что является верным при любых значениях m и n, ну, вот таких, что m больше n. И поэтому при каких-то, вот четвертое оказалось верным, при каких-то неверным. То есть, подбор на каких-то конкретных числах, если не повезет, может привести к неверному ответу. Поэтому, к сожалению, так рассуждать будет логически неправильно. Хотя я понимаю, что задача сложная, но проще за счет того, что, в принципе, найдя верное утверждение и внимательно читая условия, где написано, какой е из приведенных ниже неравенств является верным при любых значениях m и n, вот мы находим. А вот логика, которая в пунктах 1-3, вот от нее уже никуда не уйти, потому что все-таки переносить влево-вправо и умножать на минус 1, это надо, и надо понимать, что при этом неравенство будет равносильным. Ну, если попадется задание такого типа. Вот, к сожалению, так. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Мне, к сожалению, чат не виден, поэтому у меня реакция немножко затруднена. Так. Возвращаемся к девятому заданию. Значит, решаем его через дискриминант. Дискриминант 49, корень из дискриминанта 7. Не забываем, что старший коэффициент 2, и по формуле корней надо делить не на 2, будет уже а на 4. Это типичная ошибка, и тут надо помнить, что в знаменателе, знаменатель это то, что внизу я говорю, для девятиклассников, так как на вебинаре, как я понимаю, много учащихся, то в знаменателе у нас 4, и, соответственно, мы получаем в ответе 1,5. Это первый корень. А и, соответственно, надо найти второй корень. Ну, второй, соответственно, получается минус 2. Здесь сказано, если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больше из них. Больше это тот, который находится на числовой оси правее. Ну, 1,5 больше, чем минус 2, значит, в ответе указываем 1,5. Стоит обратить внимание, что трудности могут возникать, как ни странно, при неполных квадратных уравнениях, и поэтому прошу обратить внимание на уравнения вида х2-4 равно 0, или х2-4х равно 0. Они решаются не через дискриминант, а по-другому, и поэтому всем учащимся рекомендую повторить, как, ну, их проще решать без дискриминанта, как решать неполные квадратные уравнения. Соответственно, либо вынося что-то за скобки, либо перенося число вправо. Вот. А здесь ответ у нас 1,5. Не забываем, что в знаменателе 4. И не забываем выбирать больший из корней. Больший не по модулю, а тот, который правее. То есть 1,5. Десятое задание. Теория вероятности. Теория вероятности. Ее все больше и больше в УГЭ. На столе 16 пирожков, 5 с творогом, 4 с печенью, 7 с мясом. Петя наугад выбирает 1 пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с печенью. Теория вероятности. И все больше, как я сказал, больше в УГЭ. Тут надо помнить, соответственно, определение, классическое определение вероятности. Если некоторый эксперимент имеет n равновозможных исходов, причем m... Да, да? Дмитрий Игоревич, видимо, вопрос, почему 4 в знаменателе к предыдущему слайду относятся? Ну, видимо, у меня просто запаздывает звук, потому что я говорил, пока я был на предыдущем слайде. Почему 4 в знаменателе? А, почему 4 в знаменателе, вопрос? Ну, смотрите, старший коэффициент 2, потому что у нас изначально 2х квадрат плюс х минус 6. А по формуле... Ну, смотрите, в условиях 2х квадрат плюс х минус 6. А мы по формуле корней делим на удвоенный старший коэффициент. Там в знаменателе делится 2 умножить на старший коэффициент. То есть 2 умножается еще раз на 2, потому что двойка стоит в знаменателе. Если бы старший коэффициент равнялся 3, то есть было бы 3х квадрат плюс х минус 6, то мы бы делили на 6. То есть 3 умножить на 2. Если, соответственно, равнялся бы и 5, то есть было бы 5х квадрат плюс х минус 6, то мы бы делили на 10. То есть на удвоенное то число, которое стоит перед х квадратом. Ну, надеюсь, что я ответил на вопрос. К сожалению, в таких условиях немножко запаздывает звук, поэтому возможно некоторая рассинхронизация, скажем умным словом. Так, перехожу к теории вероятности. На столе лежат 16 пирожков. 5 с творогом, 4 с печенью и 7 с мясом. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с печенью. Вот здесь очень надо хорошо знать определение вероятности классическое. То есть, если в результате эксперимента наступает один из n равновозможных исходов, причем m из них благоприятствует событию a, то вероятностью события a называется число m делить на n. Что это значит? Вот в данной задаче эксперимент, в математике эксперимент это в принципе вот такое понятие широкое, эксперимент заключается в выборе одного пирожка наугад. Этот эксперимент имеет 16 равновозможных исходов, потому что здесь 5 плюс 4 плюс 7 это 16 пирожков. Из них у нас 4 благоприятствуют событию, что пирожок окажется с печенью. Значит, искомая вероятность равна 4 делить на 16. Что значит благоприятность? Это значит, что 4 исхода приводят к тому, что наступает событие выбран пирожок с печенью. Это не значит, что они благоприятны. Дмитрий Игоревич, уточните, пожалуйста, что такое m, а что такое n? Вот я сейчас ровно это и рассказываю на примере. Давайте вопросы, когда я закончу объяснение этой задачи, тогда я еще раз отвечу на вопросы, а то так можно долго перескакивать. Значит, вот у нас есть какой-то эксперимент. В данном случае эксперимент заключается в выборе одного пирожка. Всего у нас пирожков 16. Эксперимент это некое действие по выбору одного пирожка. Этот эксперимент имеет 16 равновозможных исходов. Исход эксперимента это тот пирожок, который человек выбрал. Он может выбрать любое из 16 пирожков с равными шансами. Вот каждый из этих пирожков является исходом эксперимента в данном случае. Из них m, то есть 4 в данном случае, благоприятствуют событию, что выбран пирожок с печенью. То есть в результате 4 исходов у нас наступает событие, выбран пирожок с печенью. Ну потому что любой из этих 4 пирожков с печенью, если человек выберет, то он выберет пирожок с печенью. То есть 4. Благоприятствуют, это не значит, что они хорошие. Может человек терпеть не может пирожки с печенью. Благоприятствуют, это значит, что в результате этого исхода наступает событие. Событие, это значит, что выбран пирожок с печенью. Это событие. Ну, с точки зрения теории вероятности. Вот, соответственно, получаем в ответе 4 делить на 16. То есть m 4, а n 16. И в ответе 0,25. 1,4 это 0,25. Никогда вероятность не измеряем в процентах математики. Только в виде дробей. Ну, в данном случае десятичных. Вероятность не может быть больше единицы, не может быть меньше нуля. Вот, соответственно, вот мы получили. И такой ответ 0,25. Я надеюсь, что я ответил на вопрос. Если нет, пока я не ушел с этого слайда, задавайте вопросы. Ну, видимо, вопросов нет. Поэтому идем дальше. Одиннадцатое задание. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Ну, здесь, соответственно, все, наверное, проще, чем в теории вероятности. Смотрим на первый график. Прямая убывает. То есть она идет с верхнего левого угла в правый нижний. С верхнего левого в правый нижний. То есть она идет, как бы, вот так вот под углом чуть-чуть вниз на рисунке А. Значит, коэффициент при х будет отрицательным. То есть либо минус 1 третья х, либо минус 3 х. Но она достаточно близка к горизонтальной. И поэтому мы видим, что при х, равном минус 1, у равен примерно 1 третьей. Значит, нам никак не подходит ответ 1, зато подходит ответ 3. И получаем, что А это 3. Смотрим второй. Второй это также убывает у нас график, потому что идет под углом с левого верхнего угла в правый нижний. Значит, тоже будет отрицательный коэффициент при х, равном минус 1, у равно 3 примерно. Значит, это прямая 1. Ну и на рисунке В, соответственно, прямая идет из левого нижнего угла в правый верхний. Значит, это у нас формула 2. У равно 3х, потому что коэффициент при х больше нуля. Ну и получаем, соответственно, ответ 3, 1, 2. Дмитрий Игоревич, поступил вопрос. А как понять, что график убывающий? Вот, сейчас, давайте сделаем так. Показатель. Ну, давайте так. Вот здесь она идет под углом с левого верхнего в правый нижний угол. Значит, убывает. Так же, как и на графике В. А вот на графике В она идет с левого нижнего угла в правый верхний. Значит, график возрастает. При этом она может идти и выше. Может, например, идти как-то вот так. Все равно будет коэффициент при х больше нуля. Может идти как-то вот так. Ну, представьте, что я рисую прямую. Просто я рисую средством PowerPoint, поэтому она не очень прямая у меня. Вот, в любом случае, получается, что в этом случае коэффициент при х больше нуля. То есть, она идет, начиная слева снизу, будет идти вправо вверх. Вот, соответственно, получается, что коэффициент при х больше нуля. Ну и, кроме того, если в этом получились затруднения, вы можете, если графики по клеткам, подставлять конкретные точки. То есть, ну, брать лучше не одну точку, а брать две разных точки. Смотреть, там, при х равном нулю, чему равен у в общем случае, и при х равном единице. То есть, для каждой формулы, соответствующей прямой, брать какие-то две точки. Кроме того, здесь могут быть и параболы, и гиперболы, и другие графики функций, которые вы знаете. Ну, надо понимать, в каком случае ветви параболы, например, направлены вверх. Если коэффициент при х квадрат больше нуля, то ветви параболы направлены вверх. Ну, если коэффициент при х квадрат меньше нуля, то ветви параболы направлены вниз. Но аналогичное надо свойство помнить и для гипербол. Если у равно k, деленное на х, то если k больше нуля, то первая и третья координатная четверть. k меньше нуля, то вторая и четвертая. Ну, в рамках одного вебинара Про весь школьный курс я рассказать, к сожалению, не смогу. Но вот это те темы, на которые стоит обратить внимание. Если сейчас кто-то из слушающих девятиклассников понимает, что есть пробел с этим, то стоит эти моменты повторить. Вот насчет прямой я надеюсь, что я ответил подробно. А вот еще задан вопрос. Почему под первый график не подходит ответ 3? Под первый график... Что значит под первый график? Под график А подходит ответ 3. Я так и сказал, что А равно 3. Почему не подходит ответ 1, вы имеете в виду, под первый график? Вот тут... Что такое первый график? Первый график это график А. Коэффициент при Х должен быть меньше нуля. Значит, это либо первый, либо третий график. Дальше смотрим. Либо первая, либо третья формула. Либо это У равно минус 3Х, либо это У равно минус 1 третья Х на графике А. Либо У равно минус 3Х, либо У равно минус 1 третья Х. Дальше, ну, например, смотрим. Х равно минус 1. Чему при этом равен У? Вот она эта точка. Ой, ну, у меня размашечка слишком получилась. Вот она, эта точка. При Х равен У равно примерно 1 третьей. Это соответствует графику формуле 3. Потому что вот в этой формуле 3, если подставить Х равное минус 1, то получится У равно 1 третьей. Ровно так, как это выполняется на графике А. А на графике В у нас при Х равном минус 1 У равно 3. Что соответствует, наоборот, формуле 1. Потому что при Х равном минус 1 У равно 3. В случае прямых можно вообще не думать о коэффициентах, если есть в клетке, а подставлять в каждую формулу 2 каких-то точки и смотреть, что получается. Ну, потому что прямая задана каждой двумя точками. Так, я надеюсь, что я ответил на вопрос. Если нет, задавайте. Если да, то я пошел к следующей задаче. Да, спасибо, все понятно. Хорошо. Значит, следующая задача. Арифметическая прогрессия задана условиями. А первая и, как выражается, АН плюс первая через АНТ. Надо найти сумму первых 15 ее членов. Вот тут надо помнить формулы, связанные с, в данном случае, арифметической прогрессией. А вообще, конечно, надо помнить еще и геометрическую прогрессию. Мы здесь видим, что арифметическая прогрессия задана первым членом и разностью. Значит, здесь, соответственно, первый член это минус 8,2, а разность это минус 2,3. Потому что каждый следующий член арифметической прогрессии на 2,3 меньше предыдущего. Ну вот, АН плюс первая равен минус 8,2 минус... АН плюс первая равно АНТ минус 2,3. Например, А второе будет равно А первая минус 2,3. А второе равно А первая минус 2,3. То есть, минус 8,2 и минус еще 2,3. То есть, уже минус 10,5. А второе... А третье это минус 10,5 и минус еще 2,3, ну и так далее. То есть, каждый последующий меньше предыдущего на 2,3. А первый равен минус 8,2. А разность D равна минус 2,3. Надо помнить формулу суммы арифметической прогрессии. Ее надо помнить. От этого никуда не деться. Вот я выписал, соответственно, две формулы. Ну, по сути, это две формулы. Либо первый плюс последний пополам умножить на количество. Либо вот такая вот формула через количество и, соответственно, разность прогрессии. Вот, соответственно, надо это помнить. В данном случае удобнее пользоваться формулой. Вот ту, которую я обвожу. Потому что нам дано а первая минус 8,2. D это минус 2,3. А n равно 15. Подставляем. Вот в нижнюю формулу. И получаем, соответственно, вот такое вот число. Ну, считать надо аккуратно столбиком. Я отпустил эти выкладки на слайде. Просто для того, чтобы... Это не важно как. Просто опустил, а вы считаете столбиком. Удобнее считать по той формуле, которую я обвел. Считая, что n равно 15. D равно минус 2,3. А первое равно минус 8,2. Вот, собственно говоря, все. Дмитрий Горьевич, подскажите, по какой формуле легче работать в этой задаче? Ну, видимо, запаздывает звук, потому что я ровно это только что произнес. Вот легче в этой задаче работать по той формуле, которую я обвел на слайде. Потому что нам дано а первое. Это минус 8,2. И дано разность. То есть, D минус 2,3. Кроме того, дано n. Это n равно 15. В сумме первых. То есть, с первого по 15. С первого по 15. Поэтому здесь, в данном случае, проще считать по той формуле, которая обведена. Хотя, разницы никакой нет. Есть еще вот та формула, вдоль которой я сейчас поставлю две черточки, которая позволяет а n выражать через а первое и разность. Эту формулу тоже надо помнить, потому что в некоторых задачах она может пригодиться. Поэтому, на мой взгляд, легче считать по той формуле, которую я обвел. Но если кто-то эту формулу не помнит, а зато помнит ту формулу, вдоль которой я поставил две вертикальные черты, и вот эту формулу первую, которую проще заполнить, то тогда считайте по ней, как здесь на слайде сделано. Потому что ответ, естественно, от этого не зависит. Я надеюсь, что я ответил. А если нет, то пока я не ушел со слайда, я жду вопросов. Все понятно. Можем продолжать. Хорошо. Следующая задача. Ну, тут, соответственно, очень полезно знать формулы сокращенного умножения и правила раскрытия скобок. И очень важно не путаться в знаках. Потому что при раскрытии скобок путаница в знаках – это такой бич, который подводит многих. Тут много способов. Самый первый способ – это раскрыть, соответственно, первые две скобки по формуле разность квадратов. У нас тогда получится, что это 49b квадрат минус 9. Ну вот, потому что а минус b на а плюс b – это первое в квадрате минус второе в квадрате. 7b в квадрате – 49b в квадрате, а 3 в квадрате – это 9. Дальше раскрываем скобки. Обращаем внимание, что минус, на котором я ставлю птичку, он стоит перед всей скобкой. Поэтому здесь получаем минус перед обоими слагаемыми при раскрытии скобок. Приводим подобные. 49b в квадрате сокращаются. И получается минус 9, минус 21b. Дальше уже это выражение сильно не упростится. Можно, конечно, вынести за скобку минус 3. Это уже дело вкуса. И надо подставлять b, равное минус 2,5. Подставляем, аккуратно считаем. Опять-таки не путаемся со знаками. Потому что если у нас минус 21 умножается на минус 2,5, то это плюс 52,5. И, соответственно, считаем, получаем 43,5. Это надо делать всё очень аккуратно. И, конечно же, проще гораздо подставлять вот в такое преобразованное выражение, чем в исходное. Потому что тогда, скорее всего, от арифметической ошибки убежать будет очень сложно. Потому что вот такие громоздкие выкладки... Чем более громоздкая выкладка, тем сложнее посчитать её без ошибок. Ну, второй способ, опять-таки, сводится к умению работать с алфебрическими выражениями. Здесь можно вынести общую скобку за скобки 7b плюс 3. Вот так вот выносим 7b плюс 3. Тогда остаётся 7b минус 3 и минус 7b. Приводим подобные и, соответственно, получаем вот то выражение, которое получаем. В него уже подставляем b равное. На мой взгляд, это чуть-чуть сложнее, но это дело вкуса. Ну и третий способ, который мне кажется крайне неудачным, хотя в данной задаче можно, конечно, и так посчитать, но посчитать это без ошибок очень сложно. Это взять в исходное выражение, подставить минус 2,5 и всё аккуратно, шаг за шагом посчитать. Действий будет много. В порядке действий надо не запутаться, в знаках надо не запутаться. Сделать это сложно. Ну и поэтому лучше, на мой взгляд, пользоваться способом 1, ну, либо способом 2 при решении такой задачи. Ну, ответ во всех способах, естественно, одинаковый, потому что ответ не зависит от способа решения, если способ правильный. Если при разных способах получаются разные ответы, то где-то есть ошибка. Дмитрий Игоревич, а подскажите, вот интересуется, какой способ, по вашему мнению, удобнее? Так, ну, либо запаздывает на звук. Я же сказал уже, что способ 1, на мой взгляд, самый удобный для решения этой задачи. Потому что способ 3 приведёт к громоздким очень вычислениям, а способ 2 тоже удобный, но он как бы менее характерный. В принципе, способ 1 и 2 по удобству одинаковый, но способ 1, он как бы лежит на поверхности, и им, на мой взгляд, в данном случае удобнее пользоваться. Главное, не способом 3, потому что он ужасен, и ошибки, скорее всего, будут. Так, я надеюсь, я ответил на вопрос. Здесь в чате дают комментарии, в этом случае следует обратить внимание на то, что минус принадлежит к числу. Ну, я уже сказал о том, что да, минус принадлежит к числу 7b, поэтому при раскрытии скобок он общий минус. И поэтому я вот в первом способе понаставил птичек над минусами, потому что это типичная ошибка, и при раскрытии скобок, так как минус относится ко всему выражению 7b умножить на 7b плюс 3, то при раскрытии скобок в первом способе перед каждым слагаемым будет стоять минус. Естественно. Это довольно... Спасибо. Со звуком всё в порядке, просто не все учащиеся с первого раза понимают. Это нормально для учебного процесса, поэтому на вопросы с удовольствием отвечу, на которые смогу ответить. Потому что сейчас подготовка QA, конечно, затруднена, и наша задача посодействовать этому процессу, чем и занимается издательство «Легион». Площадь параллелограмма можно вычислить по форме. Вот дана формула. Конечно, не грех бы её помнить, но в данном случае она дана. В общем-то, эта задача... Тут, конечно, много дана текста, но по сути тут надо всё, что известно, подставить в исходную формулу и потом просто посчитать и выразить неизвестный элемент. Шаг за шагом, не спеша, подставляем. Вот у нас формула. S равно 64, A равно 8, синус равен 2 пятым. Подставляем, и отсюда надо выразить B. Делим на 8. Получается, соответственно, 8 равно B умножить на 2 пятых. Ну, делим каждую часть на 8. Умножаем это всё на 5 вторых. Ну, либо умножаем сначала на 5, чтобы избавиться от дроби. Я бы умножил сразу всё на 5 вторых. Все части равенства. И получили бы, что B равно 8 умножить на 5 вторых. Отсюда B равно 20. Вот такая вот задачка. Здесь, в общем-то, главное не растеряться от количества текста, подставить все числовые выражения в формулу и аккуратно, шаг за шагом, выразить неизвестный элемент. То есть, формула здесь уже дана, её знать не надо. Формула полезная, знать-то её, конечно, надо, но не для решения этой задачи, а саму по себе. Вот. А для решения этой задачи формула уже дана. Просто аккуратно подставляем и считаем. Вот, собственно говоря, получаем B равно 20. Так, ну, по этой задачке, если вопросы есть, задавайте, пока я не ушёл с этого слайда. Ну, видимо, нет. На какой из координатных прямых изображено множество решений системы неравенств? Дана система неравенств, её надо решить и посмотреть, где решено. Здесь система. Мы сейчас поговорим, и это очень тонкий момент, что такое система. Ну, вот, давайте сначала решим отдельно каждое неравенство. Решаем первое неравенство. 2х-3 больше 0. Переносим 3 вправо и делим всё на 2. Число 2 больше 0, поэтому получаем, что х больше 3 вторых. При делении на положительное число знак неравенства не меняется. Рассматриваем второе неравенство системы. Отдельно. Пока временно забываем про первое. Здесь переносим всё, что не связано с х вправо, то есть 16. При переносе через знак неравенства знак у числа 16 поменялся на минус 16. То есть получилось, что минус 5х меньше, чем 1 минус 16. 1 минус 16 это минус 15. И делим это всё, соответственно, на минус 5. Минус 5 это число отрицательное. При делении на отрицательное число знак неравенства меняется на противоположный. То есть минус 15 делить на минус 5 это 3. Но был знак меньше, а стал знак больше. Потому что у нас минус 5 число отрицательное. Определение неравенства на отрицательное число, при делении обеих частей неравенства на отрицательное число знак неравенства меняется на противоположный. Меньше на больше, больше на меньший. Меньше либо равно меняется на больше либо равно, а больше либо равно меняется на меньше либо равно. А знак равенства, соответственно, не меняется. x больше 3 Теперь мы смотрим систему Что такое система? Ну на самом деле очень просто Система это означает i Просто союз i по-русски говоря То есть у нас должно быть x больше 3 вторых x больше 3 вторых и x больше 3 То есть решением системы неравенств будут те значения x которые удовлетворяют каждому из неравенств и первому и второму То есть решение системы неравенств это те x которые удовлетворяют и первому неравенству и второму Ну то есть в данном случае решением будет x больше 3 Потому что если x больше 3 то тем более он будет больше чем 3 вторых Ну там даже 3,1 это уже больше чем 3 вторых То есть А вот например число 2 x равное 2 оно будет решением первого неравенства но не будет решением второго неравенства А значит не будет решением системы Потому что решение системы это те x которые являются решением каждого из неравенств Значит, х больше 3 на координатной прямой, это обозначено на координатной прямой 3. х больше 3, больше это значит правее, и здесь заштрихована и выделена та часть, которая правее 3. Вот, соответственно, получаем, что координатная прямая 3. Если вопросов по этому заданию нет, то я двигаюсь дальше. Если есть, то постараюсь ответить. Ну, видимо, нет. Тогда двигаюсь дальше. Немножко непривычно в таком режиме, у меня абсолютная тишина, и я каждый раз думаю, то ли пропала связь, и меня никто не слышит, то ли вопросов нет. Дмитрий Игоревич, не волнуйтесь, все хорошо, связь есть, вопросов к этому заданию нет просто, поэтому все хорошо. Ну, я уже догадался, и двигаемся дальше. Значит, задание 16. Касательное к окружности с центром О касается окружности в точках С и Д, и пересекаются под углом 64 градуса. Найдите угол С, Д, О. Ответ дайте в градусах. Задания на геометрию как-то особо не любимы учащимся, однако их решать надо, потому что обязательно надо иметь несколько первичных баллов по геометрии, засчитанные, верные решенные задачи по геометрии, иначе будет экзамен не зачтен. Поэтому совсем не решать геометрию нельзя, и надо желательно решать запасом хотя бы задания первой части по геометрии все решать, потому что где-то можно ошибиться, и чтобы гарантированно иметь проходной балл, надо пытаться решать все задачи по геометрии из первой хотя бы части. Значит, как решать эту задачу? Если есть окружность, в окружности что хорошо? В окружности все радиусы равны, кроме того, радиусы, проведенные в точку касания, перпендикулярны касательной. В данном случае мы уже видим на рисунке, О, Д проведено к касательной, и значит О, Д перпендикулярно касательной. Мы можем также провести для симметрии, для красоты и для решения этой задачи радиус О, С. Вообще в окружности проведение радиуса в какую-нибудь точку, которая уже есть на окружности, проведение радиуса это самое естественное дополнительное построение. Поэтому вообще в геометрии есть такой подход, если не знаете как решать, ну начинайте делать хотя бы что-то и находите, что можете найти. И вот самое естественное, как в равнобедренном треугольнике, это строить высоту, а в окружности проводить радиус. Но радиус проводить не на обум, а в те точки, которые уже обозначены. В данном случае у нас обозначены точки Д, С на окружности. Ну, радиус О, Д уже проведен, а О, С надо, значит, провести. Ну и обозначим как-нибудь точку, вот это пересечение, пусть оно будет, например, точкой К. Радиус, проведенный в точку касания, у нас, соответственно, перпендикулярен касательной. И, соответственно, угол О, С, К и угол О, Д, К равны по 90 градусов. Равны по 90 градусов. Потому что радиус перпендикулярен касательной. Угол С, К, Д равен 64 градуса по условию. Если мы рассмотрим четырехугольник С, О, Д, К, то сумма углов выпуклого четырехугольника равна 360 градусов. Это надо помнить. Сумма углов четырехугольника это 360 градусов. Сумма углов треугольника 180, четырехугольника 360 градусов. Значит, если мы знаем в треугольнике О, С, К, Д, три угла, мы находим легко четвертый. Соответственно, угол С, О, Д это 360, минус 64, минус 90 и минус 90. Это 116 градусов. Это угол С, О, Д. Мы его находим из четырехугольника С, О, Д, К. Дальше рассмотрим треугольник С, О, Д. Треугольник С, О, Д. Он равнобедренный. У него углы при основании равны. То есть угол, соответственно, О, Д, С равен углу Д, С, О. То есть вот этот вот угол равен углу вот этому. Сумма углов треугольника 180 градусов. Если мы выяснили, что угол С, О, Д 116 градусов, то на остальные два угла, соответственно, придется 180 минус 116 градусов. Ну и, соответственно, это у нас будет 64 градуса. А эти углы между собой равны, потому что треугольник С, О, Д равнобедренный, углы при основании равны. И каждый из углов равен по 32 градусам, потому что в сумме они 64 градуса. Вот таким образом мы нашли угол С, Д, О равный 32 градусам. Есть и другие способы решения этой задачи. Я показал лишь один из возможных. А геометрия имеет, конечно же, как правило, разные способы решения задачи. Вот. Ответ 32 градуса. В ответе пишем число 32. Значок градуса, конечно, писать не нужно. То, что сказано, ответ для этих градусов. Так, с этой задачкой я тогда перехожу дальше, раз пока нет вопросов. Еще одна задачка по геометрии. На рисунке угол БАД равен углу АСД, а угол АБЕ равен углу АДС. Здесь равные углы уже выделены дужками. Если этого не сделано, это надо сделать сразу. Потому что надо переходить к наглядной интерпретации. Можно перерисовать этот рисунок. Если перерисовывается, то, во-первых, надо делать аккуратно. Нигде не ошибиться. Если вдруг перерисовывается, то и тогда делать уж покрупнее. А можно и не перерисовывая обозначить. И, соответственно, нужно все пометить. Главное, чтобы потом не запутаться, где собственные пометки, а где изначальные. Потому что собственные могут быть неверными. Надо найти угол БЕФ. Но смотрим, как можем решать. Опять-таки, в простой геометрии есть два подхода. Либо мы решаем задачу задом наперед. То есть смотрим, что нужно найти, чтобы ответить на вопрос задачи. Что вспомогательное нужно найти. А второй способ такой, наивный. Пока что-то ищется, ищем все, что ищется. А потом думаем, что с этим делать. Вот в простых задачах этот способ часто работает. И пока мы можем искать все, что ищется. Вот мы знаем, что угол БАД равен углу АЦД. Эти два угла, они входят в треугольник АДЦ. А ДЦ. И в нем мы знаем угол А и угол С по условию. По 30 градусов. Значит, можем найти угол АДЦ. Как 180, минус 30 и минус еще раз 30. Это 120 градусов. Вот. Дальше мы просто вспоминаем, что по условию АБЕ равен углу АДЦ. Раз у нас дужками уже помечено, то есть вспоминать особо не надо. Все наглядно видно. Значит, угол АБЕ тоже равен 120 градусов. Значит, угол АБЕ равен 120 градусов. А вот дальше мы можем рассуждать разными способами. Есть такое правило. Вот оно сейчас на экранах. Внешний угол треугольника равен сумме двух углов треугольника, не смежных с ним. То есть угол БЕФ является внешним для треугольника АБЕ. АБЕ, угол БЕФ, это смежный угол. Значит, угол БЕФ равен сумме угла БАЕ, БАЕ, и АБЕ, АБЕ. То есть два угла треугольника, которые не смежны с этим внешним углом. Ну, а эти два угла мы знаем. Это 120 и 30. Вот, соответственно, считаем и получаем 150 градусов. Это вот такой вот способ. Очень полезно знать это правило. Но если вдруг кто-то его не знает, задачу решить можно все равно. Потому что если мы знаем угол, который я сейчас выделяю, вот этот вот угол А, и если мы уже знаем угол Б, то мы, соответственно, можем найти и угол вот этот. Ну, опять-таки, из треугольника АБЕ по формуле суммы углов треугольника, которая равна 180 градусов. А если мы найдем угол БЕА, то, соответственно, найдем и угол БЕФ как смежный с ним. То есть можно сначала найти угол БЕА из треугольника АБЕ, в котором мы уже все остальные углы знаем, а потом БЕФ как смежный с ним. А можно пользоваться тем очень удобным правилом, которое я взял в рамочку. В ответе пишем 150, естественно, без всяких значков градусов. Вот такая вот задачка. Ну, видимо, движемся дальше. Следующая задачка простая. Но задачка ловушка. Тут специально подобное такое число 100. Периметр квадрата равен 100. Найдите площадь квадрата. Если сторона квадрата равна А, ну а у квадрата все стороны равны, поэтому удобно эту сторону за что-нибудь обозначить. Периметр – это сумма всех сторон. Всех сторон – это значит четырех сторон. У квадрата четыре стороны. Значит, А плюс А плюс А плюс А равно 100. То есть 4А равно 100. Уже периметр – это сумма сторон 4А. Отсюда мы находим, что А равно 25. А площадь квадрата – это, соответственно, у нас квадрат его стороны. 25 возводим в квадрат и получаем 625. Вот такая вот задачка. И ответ – 625. То есть, эта задачка проще предыдущих. Поэтому, кстати, в ОГЭ так часто бывает, что задачки не все выстроены по сложности. Если что-то не получается, можно пропустить, решать дальше. Так как, может быть, после более-менее сложной для вас задачи более-менее простая задача. Тем более, что многие вещи субъективны. Что одному сложно, другому просто. И наоборот, что одному просто, другому сложно. Так, перехожу еще к одной задачке. Эта задачка – найдите тангенс угла АОБ, изображенного на рисунке 6. Мы знаем, что тангенсом в прямоугольном треугольнике называется отношение противолежащего катета к прилежащему. То есть, тангенс острого угла в прямоугольном треугольнике называется отношение противолежащего катета к прилежащему. Это надо помнить. Синус – это отношение противолежащего катета к гипотенузе. Косинус – это отношение прилежащего катета к гипотенузе. а тангенс это, соответственно, отношение противолежащего катета к прилежащему, прямоугольном треугольнике. Правда, на рисунке у нас нет никакого прямоугольного треугольника, есть только угол. Поэтому прямоугольник надо достроить. Достраивается он легко, если просто соединить точки А и В. И тогда получится А, В, О прямоугольный треугольник. Нас интересует тангенс угла А, О, В. Тут важно очень не запутаться, какой именно угол, лучше его выделить. Тогда понятно, какой угол. Против него будет лежать катет А, В, это значит противолежащий катет. А прилежащий катет это А, О. Поэтому тангенс будет равен отношению А, В к А, О. По клеточкам считаем, получаем, что это равно 2. Вот такая вот задачка. И ответ получается равный 2. Ну, надо понимать, что такое противолежащий катет, прилежащий катет. И не путать их ни в коем случае с гипотенузой, потому что гипотенуза это то, что лежит против прямого угла. В данном случае О, В это гипотенуза. И в определении тангенса она вообще никак не участвует. Это отношение противолежащего катета к прилежащему. Считаем их по клеточкам. Ну, считать надо аккуратно. Вот такая вот задачка. Хорошо. Переходим. Ой, а у меня почему-то выскочила 20-я задачка. Ну ладно, сейчас куда-то она... Ладно. Была еще задачка 20-я на утверждение, почему-то она у меня выскочила из презентации. Небольшая техническая накладка. Ну, вернемся к ней чуть попозже. А пока я перехожу... 20-ю пропускаю задачку. Перехожу к 21-й задачке. Это уже задачки со второй части, к которым надо, соответственно, предоставить решение. Развернутое. Здесь надо на умение работу со степенями. Здесь у нас 3 в степени 2n плюс 2 и 5 в степени n минус 2. А внизу 45 в степени n плюс 1. То есть очень много разных оснований степени. Очень много разных оснований степени. Надо все привести к похожим основаниям, потому что все они разные. Но число 45, оно выражается через числа 3 и 5. Вот, соответственно, это 9 в степени... 45 это 9 умножить на 5. И, соответственно, 45 в степени n плюс 1 можно представить как 9 в степени n плюс 1 умножить на 5 в степени n плюс 1. Дальше. 9 это 3 в квадрате. При возведении степени в степень у нас, соответственно, показатели перемножаются. Поэтому следующей выкладкой мы работаем с 9 в степени n плюс 1. Это 3 в квадрате. Показатели будут перемножаться. И, соответственно, мы получим 2 умножить на n плюс 1. Это 2n плюс 2. Ну и дальше у нас сокращается 3 в степени 2n плюс 2 и 3 в степени 2n плюс 2. Остается 5 в степени n минус 2 и делить на 5 в степени n плюс 1. Можно дальше рассуждать по-разному. Можно представить 5 в степени n минус 2 как 5 в степени n умножить на 5 в степени минус 2. Можно, соответственно, также представить 5 в степени n плюс 1, как 5 в степени n умножить на 5 в степени 1 И тогда 5 в степени n сократится А можно, соответственно, работать со степенями Здесь все приведено к знаменателю И n плюс 1 минус n минус 2 То есть вычитаются показатели и все перебрасывается в знаменатель При этом заменчаем, что меняются знаки у обоих чисел и n и минус 2 И получается минус n плюс 2 И получается 1 деленное на 5 в третьей Можно было точно так же перекинуть все в числитель Тогда было бы 5 в степени n минус 2 минус и в скобочках n плюс 1 Тогда было бы 5 в минус третьей степени Что в свою очередь тоже равно 1 деленное на 5 в третьей Делим, получаем вот такое вот число Которое и указываем в ответе Но здесь уже нужно писать подробное решение Получается 8 в тысяч Вот такая вот задачка Так, ну я надеюсь, по ней вопросов нет Здесь надо аккуратно работать с показателями степени Идем дальше Тоже задачка на то, чтобы писать развернутое решение Задачка по алгебе И конечно она уже сложнее чуть-чуть Тут надо писать подробное решение Но в принципе ничего сложного Но надо считать аккуратно Первые 300 км автомобиль ехал со скоростью 60 км в час Следующие 315 со скоростью 90 км в час И последние 120 со скоростью 80 км в час Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути Как мы эту задачку будем решать? Ну, соответственно, у нас есть только одна формула для нахождения средней скорости Никаких других формул нет Никаких средних арифметических скоростей, ничего такого быть не может Средняя скорость участвует только в одной формуле Она равна всему пройденному пути, деленному на общее время То есть, если, например, человек ехал, грубо говоря, из Ростова на Дону в Москву За 20 часов, ну, будем считать, там, 1000 км То средняя скорость это общее расстояние То есть, 1000 км деленное на все время пути То есть, 1000 деленное на 20 Это 50 И все, и никаких других формул нету И не важно, сколько там он ехал со скоростью 20 км в час Сколько он ехал со скоростью 100 км в час Это просто все пройденное расстояние, деленное на весь пройденный Деленное на все время То есть, расстояние общее, деленное на время Это средняя скорость Здесь нам можно посчитать все расстояние, как сумму расстояния И посчитать время Вот, смотрим Если автомобиль проехал 300 км со скоростью 60 км в час Значит, он потратил на это 5 часов 300 км со скоростью 60 км в час 300 деленное на 60 это 5 Дальше 315 км со скоростью 90 км в час На это время он потратил 315 деленное на 90 часов Ну и, наконец, 120 км он проехал со скоростью 80 км в час Соответственно, на это потребовалось 1,5 часа Ну, 120 деленное на 80 То есть, каждый раз делим расстояние на скорость Таким образом, общее время это 5 плюс 3,5 плюс 1,5 это 10 часов То есть, его автомобиль был в пути 10 часов Какое он расстояние проехал? Ну, 300 плюс 315 плюс 120 Это 735 км И, значит, средняя скорость это 735 деленное на 10 Это 73,5 км в час Километра в час То есть, ответ будет в километрах в час Очень важно следить, чтобы единицы измерения были согласованы Чтобы, если скорость дана в километрах в час То расстояние должно быть в километрах, время в часах Если, соответственно, расстояние дана в километрах, время в часах То скорость выражать удобнее всего в километрах в час То есть, за единицами измерения очень важно следить И есть вот только одна формула, которую вы видите для средней скорости Это все расстояние, деленное на все время И никаких других формул нету И это очень частая ошибка, попытка посчитать как-то иначе То есть, тут только один путь для решения этой задачи Так, если вопросов по этой задаче нет Движемся дальше Задание 23 Необходимо построить график функции И определить, при каких значениях k Прямая у равно k Имеет с графиком ровно одну общую точку Ну, соответственно, тут важно преобразовать И как-то попытаться сократить эту дробь Мы сразу можем заметить, что одзе x не равное минус 3 Потому что в знаменателе стоит x плюс 3 А вот числитель мы раскладываем на множители Мы приравниваем к нулю x квадрат плюс 5 x плюс 6 Честно решаем это уравнение Через дискриминант, аккуратно решаем Я написал, что это x равно минус 2, x равно минус 3 Но это я написал просто для краткости на слайде А это уравнение решается подробно через дискриминант Ищутся корни И дальше раскладывается на множители этого выражения По вот следующим вот формулам В принципе, в девятом классе эти формулы есть в тех материалах Которые даны к выполнению задания Но надо, во-первых, знать, что они там есть А во-вторых, если формулу помнишь наизусть То гораздо удобнее ей пользоваться Потому что видно, где ее стоит использовать А если формулу наизусть не помнишь То применение ее затрудняется Потому что надо еще увидеть, что здесь работает именно эта формула А как ее увидеть, если ее не помнишь? Ну, в общем-то, сложно Вот такая вот есть формула В принципе, она есть в материалах, которые выдаются заданию в девятом классе Вот, соответственно, у нас корни минус 2 и минус 3 Старший коэффициент А равен единице Корня у нас 2 Значит, мы раскладываем это как Х минус минус 2 минус минус 2 Это х плюс 2 И х минус минус 3 Это х плюс 3 И получаем х плюс 2 Нужно на х плюс 3 Тогда исходное выражение у нас будет представлять вот такой вот Имейте такой вот вид При х неравном минус 3 Очень важно про это не забыть У нас получается вот такое вот выражение У равно х плюс 6 умноженное на х плюс 2 Если раскрыть скобки, получается у равно х квадрат плюс 8х плюс 12 Это квадратичная функция Ее графиком является парабола Ветви направлены вверх Вот, соответственно, надо построить график этой параболы И посмотреть, при каких значениях k Горизонтальная прямая y равно k Это горизонтальная прямая Имеет с графиком ровно одну общую точку Значит, мы строим параболу, из которой выкалываем одну точку Соответствующую х равная минус 3 Вот здесь это повторено для наглядности Находим координаты вершины параболы Они ищутся по вот указанной здесь формуле То есть абциссу мы находим по формуле А для ординаты формула тоже, конечно, есть готовая Но запомнить ее не представляется возможным Ну, представляется, конечно, возможным Но нам очень тяжелая формула запомнить Проще найти абциссу и подставить в выражение Вот, ну, в саму функцию Эту абциссу Это будет координата вершины параболы В нашем случае у нас будет что? Минус 8 делить на 2 То есть х равно минус 4 И дальше Х равное минус 4 Подставляем вот в то выражение, которое я подчеркнул Соответственно, у нас получается Что у тоже равняется Минус 4 Ну, потому что 16 плюс 12 и минус 32 16 минус 32 и плюс 12 И выколота точка при х равное минус 3 Ну, подставляем х равное минус 3 вот в эту же формулу И находим, что у тоже равно минус 3 Значит, выколота точка минус 3 Так как в параболе старший коэффициент равен единице Она здесь не написана Но можно было написать 1 умножить на х квадрат То ветви параболы направлены вверх Строим график Ну и смотрим, при каких, соответственно, к Горизонтальная прямая у равно к Имеет с графиком Ровно одну общую точку Ну, это будет как раз-таки при х равное минус 4 Когда проходит через вершину параболы И при х равное минус 3 Таким образом, в ответ указываем Минус 4 и минус 3 Вот такая вот непростая задача Я думаю, могут возникнуть вопросы сейчас И если они возникнут Я чуть-чуть подожду, пока не пролистываю То отвечу, попытаюсь ответить Ну, хорошо Переходим к геометрии второй части Отрезки А, Б и Д, С Лежат на параллельных прямых А отрезки А, С и Б, Д Пересекаются в точке М Найдите М, Д Если А, Б равно 10 Д, С равно 50 Д, Б равно 30 Ну, тут сначала надо нарисовать Как это выглядит Потому что слов много И без рисунка Совершенно непонятно, что делать То есть, вот у нас Отрезки А, С и Б, Д Пересекаются в точке М Причем у нас А, Б и Д, С лежат на параллельных прямых А А, С и Б, Д Пересекаются в точке М Это значит примерно вот такая конструкция И очень много дано числовых данных Вот Их можно прям в принципе подписать на рисунке Чтобы было видно Дальше мы можем заметить Что треугольник А, М, Б А, М, Б И треугольник Д, М, С Они подобны Ну, действительно У нас Угол М Они вертикальные И они равны Вот этот вот Угол у нас равен Вот этому Так как прямые А, Б и Д, С параллельны А, С секущие Соответственно Это соответственные углы При пересечении параллельных прямых секущих Ну и на этом можно остановиться Так как в принципе Есть признак подобия По двум углам Ну, третьи углы автоматически тоже равны Потому что сумма 180 градусов Дальше Выписываем отношения сторон Вот А, М, Б И С, М, Д И С, М, Д Подобные Ну и дальше Когда мы выписываем уже через значок подобия Лучше выписывать буквы Вот как я сейчас выписываю в подчеркнутой формуле В том порядке В котором Соответственно равны углы То есть если угол А равен углу С То лучше Начинать допустим Оба треугольника с буквы А и С соответственно Углы М у них между собой равны То есть у нас В обоих треугольниках Мы буквы перечисляем В том порядке В котором соответственные углы равны Это облегчает потом Выписывание Отношений для сходственных сторон То есть А, М Относится к Д А, Б Относится к Д, С Как Б, М К М, Д Ну, А, Б Это вот первая и третья буква И С А, Д Это тоже первая и третья буква Соответственно Б, М И М, Д Это вторая и третья буква То есть Ну, проще видно Какие стороны сходственные И вообще удобно Выписывать буквы Именно в том порядке Хотя это не обязательно Оно сильно облегчает Дальнейшее решение В сложных задачах А мы перешли уже К сложных задачах Ну, и обозначаем М, Д За Х Тогда мы знаем Что всего У нас Б, Д Равно 30 Значит, М, Б Это 30 Минус Х Ну, потому что Б, Д Составлено как раз таки Из Искомого М, Д И М, Б И в сумме Это 30 Вот Выражаем его через Х И получаем Вот такое вот Уравнение Ну, можно записать его В виде дроби 10,5 Равно 30 Минус Х Деленое на Х Дальше Это уравнение Решаем На что-то Домножаем Или приводим К общему знаменателю Эта задача Уже более сложная И я не останавливаюсь Так подробно На арифметических Выкладках То есть 10,5 Равно 30 минус Х Деленое на Х Можно записать В виде дробной черты 10 делить Ну, черта 50 30 минус Х Черта Х И отсюда Находим Соответственно Чему равно Х А Х Это и есть М, Д Вот такая вот Задачка Осводится К подобным Треугольникам Вообще Подобные Треугольники Это очень мощный Инструмент Который Очень часто Используется В задачах Второй части По геометрии Ну и в первой В принципе Тоже можно Так Если вопросы Есть Постараюсь Ответить Если нет Перехожу Дальше Дмитрий Игоревич Вопросов К задачи Нет Но здесь Был общий Вопрос Сколько баллов Нужно получить По геометрии Чтобы получить Зачет Ну, мы посмотрим Какие будут Рекомендации Лучше получить Хотя бы Три балла Но для этого Надо решать Все первые Задачи Из первой части То есть Какие будут Рекомендации С учетом всех Переносов сроков Ну, лучше посмотреть На сайте ФИПИ Непосредственно Ближе к экзамену Какие будут В этом году Требования Сейчас все так Быстро меняется Что лучше Я бы рекомендовал Школьникам Так как нас смотрит Много школьников Ориентироваться На то, что надо Решать все задания Из первой части И не расслабляться Потому что Все равно где-то Будет ошибка Хорошо, спасибо Я так понимаю Мы уже Приближаемся К завершению Ну да Я там одну задачку Пропустил Она у меня выскочила С презентации И пока Вы будете рассказывать О книгах И дальнейших вебинарах Я Возможно Открою ее И вернусь к ней В самом конце презентации Там у меня Двадцатая задачка Выскочила К сожалению По техническим накладкам Но вот Такие накладки Возникают Из-за дистанционной работы И нехватки Рецензирования Скажем так Так Выпуклым Четырехугольники А, Б, Ц, Д Угол А, Б, Д А равен углу А, Ц, Д Докажите Что угол А, Ц, Б Равен углу А, Д, Б Опять таки Надо Сделать рисунок Раз Четырехугольник Дан А, Б, Ц, Д Значит Вершины даны В порядке обхода Неважно По часовой Или против часовой Стрелки То есть А, Б, Ц, Д Ну я их взял По часовой стрелке А можно и брать И против часовой стрелки То есть Это просто Какой-то Выпуклый Четырехугольник Это не трапеция Не обязательно Не квадрат Какой-то Четырехугольник Те углы Которые нам даны Равны Мы соответственно Обозначаем Что они равны По условию А, Б, Д И, А, Ц, Д Как и другие задачи По геометрии Эта задача Имеет Разные способы Решения Я покажу Один из них Еще один останется В презентации Которую можно будет Потом скачать Значит Один из способов Показать Что треугольник А, О, Б И треугольник С, О, Д Они соответственно Подобны По двум углам Но действительно Углы А, О, Б И С, О, Д У них равны Как вертикальные Угол А, Б, О Равен углу А, Ц, Д По условию Ну и отсюда Следует Соотношение Сходственных сторон То есть А, О Относится к О, Д Как Б, О Относится к О, С А, О Относится к О, Д Как Б, О Относится к О, С Дальше Отсюда мы можем Сделать вывод О подобии Треугольников А, О, Д И Б, О, С Но действительно У них Угол Б, О, С И угол А, О, Д Общий Не общие А вертикальные Поэтому они равны Как вертикальные Кроме того Мы знаем Что вот эти Вот стороны Имеют вот такое Вот соотношение Но эти же Стороны Входят И в Треугольники А, О, Д И Б, О, С То есть Отсюда Мы можем Получить Соотношение Сторон И для Этих Треугольников То есть У нас будет Например А, О Ну если мы Это равенство Разделим Например На Б, О То мы И умножим На О, Д То есть Разделим На Б, О И умножим На О, Д То мы Получим Что у нас А, О Так относится К Б, О Как соответственно Ну Будет Относиться О, Д К, С, О Как О, Д Будет Относиться К, С, О Это мы получаем С того равенства Которое я Выделил Путем Несложных Преобразований Сейчас В сложных Задачах Арифметику Я многое Опустил Потому что Здесь основная Суть Арифметика Будем Ей загромождать Выкладки Вот И отсюда Мы получаем Что треугольник А, О, Д Подобен Треугольнику С, О, Б Ну и отсюда Соответственно Равен угол А, С, Б Ну он же О, С, Б И угол А, Д, Б Он же А, Д, О Из подобия Треугольников А, О, Д И, Б, О, С То есть Как мы видим Эта задача Опять таки Свелась К подобию И подобие Это очень мощный инструмент Вот И надо Из подобия Уметь выражать То есть Вот если Вот это равенство Которое я выделил Разделить На Б, О А потом Еще умножить На Соответственно О, Д Умножить На О, Д То мы Получим Соответственно Выкладки Отношения Сходственных сторон Для треугольников Б, О, С И, А, О, Д Эти треугольники Будут Подобны Потому что У них Угол Будет равен И стороны Между которыми Эти Угол заключен Пропорциональны Друг другу Соответственно Эти треугольники Будут тоже Подобны Ну и отсюда Мы получим Равенство Искумных углов Ну возможно Было решить Через записанную Окружность Там через Вписанные углы Это решение Останется у вас В презентации Которую можно Будет Скачать Так Ну мы Последнюю задачу Рассмотрим После которой Пока будет Рассказана Общая информация И я тоже Прокомментирую Еще Некоторые вещи Из ОГ Я Попытаюсь Вернуться К пропущенной 20 Задаче Значит Через вершины А и С Треугольника А, Б, С Проходит Окружность Пересекающая Сторону А, Б В точке Д И касающаяся Стороны Б, С Найдите А, Д Если А, С Равно 12, Б, С Равно 6 И Д, С Равно 4 Корней Из 3 Опять-таки Тут самое важное Сделать рисунок То есть у нас Через вершины А и С Проходит Окружность Пересекающая Сторону А, Б В точке Д То есть по сути Мы имеем Что точки А, С и Д Лежат на окружности То есть это Окружность Описанная Для треугольника А, Д, С А точка А, Б Она как бы Получается На продолжении Стороны А, Д То есть рисовать Рисунок Удобнее Начиная с точек А, С и Д Потому что Ну, они Лежат на окружности А, Б Где-то там Сбоку Ну, на рисунке Можно изначально Масштабы Не соблюдать Кроме того Мы знаем Что Эта окружность Касается Стороны Б, С Ну, если Она касается Стороны Б, С То касаться Она может Только в точке С Потому что У нас Эта точка Общая Для прямой Б, С И окружности А касательность Окружности Имеет Одну общую точку Ну, и просят Найти А, Д Если даны А, С Б, С И, Д, С Мы Известные нам Значения Наносим Прямо на рисунок Вот Дальше Мы делаем Какой Вывод Вот мы Можем Рассмотреть Угол Д, А, С Угол Д, А, С Д, А, С Он равен Половине Дуги На которую Опирается Потому что Угол Д, А, С Это Вписанный Угол С другой Стороны Угол Д, С, Б Это Угол Между Касательной И хордой Проведенной С точки Касания Этот Угол Тоже Измеряется Половиной Отсекаемой Дуги Это Сложное Правило Которое Не все Помнят Что угол Между Касательной И хордой Проведенной В точку Касания Измеряется Половиной Отсекаемой Дуги Но Эта Задача 26 Она Сложная Повторюсь У нас Есть В издательстве Книги Которые Ориентированы Конкретно На задание Алгебры И отдельно На задание Геометрии Второй Части И там Многие Задачи Аналогичны Тем Которые Были На экзамене И отчасти Можно ждать Что какие-то Похожие Будут На экзамене Вот Они Отдельно Разобраны Потому что Это конечно Тема Отдельных Вебинаров Отдельных Занятий Даже За один Вебинар Там Всю геометрию Не рассмотришь Тем более Уровня 26 Задачи Которая Вот А дальше Мы можем Только сделать Пока вывод О равенстве Соответственно Углов ДАС И ДЦБ А дальше Мы можем Заметить Подобие Треугольников АБС И СБД Но действительно У них Один угол Равен Ну тот Который Выделен Душкой А угол Б общий То есть Треугольники ДБС И АД И АБС Два угла Равны Ну Угол ДЦБ Равен углу БАС А угол Б общий И тогда Мы можем Записать Соответственно Соотношение Опять таки Для сходственных Сторон Вот мы В очередной раз Видим Как важно Подобие Это одна из Очень важных Тем В сложных Задачах По геометрии Вот Ну и отсюда Мы Подставляем Выписываем Все соотношения Подобия Мы еще не знаем Какие нам пригодятся Выписываем Все три И отсюда Подставляем В них Все числовые Значения Которые нам Даны И находим То что Получается Найти Ну вот Получается Найти Соответственно ДБ Как два Корня из трех И получается Найти АБ Как шесть Корней из трех Искомая сторона АД не входит В эти треугольники Подобные Вот Но Когда мы находим Эти две Стороны То мы уже Легко Находим И АД По принципу Просто как разность Шесть корней из трех Минус два корня из трех И соответственно Получаем Четыре корня Из трех Вот такая вот Задачка Уже более сложная Здесь мы использовали Свойства О равенстве О том что угол Между касательной И кордой Измеряется Ну кордой Проведенной В точку касания Половины Дуги Вот Но Это включенные Между ними Но Можно было В принципе Обойтись и без этого Так как Любая задача По Геометрии Допускает Разные Способы Решения Вот А это свойство Несложно доказать Если провести Соответственно Из этих точек Радиусы К центру Окружности То это свойство Несложно докажется Вот собственно говоря Еще раз хочу сказать О книжках Ну есть у нас книжка 40 вариантов По новой демоверсии С планами Есть тренажер Для отработки заданий Больше Первой части Есть тематический тренинг Где есть задания Как простые Так и чуть-чуть сложнее Но все-таки Это больше Первой части Есть Соответственно Книги Про которые уже говорил Алгебра С развернутым ответом На ОГЭ И геометрия С развернутым Ответом На ОГЭ Вот Эти книги Для уже подготовки К задания Второй части Потому что задачи 21 по 26 Требуют Развернутого Ответа Ну и также Есть книги К олимпиадам Это немножко В стороне АТГ Но тоже Очень интересная Полезная книга Для тех Кто изучает Математику Дополнительно Вот До 30 апреля Действует Скидка Необходимо Ввести На сайте Нашего издательства Вот этот вот код Ну вы сможете Это увидеть В презентациях Которые Скачаете Вот Ну собственно говоря Вот Еще раз адрес Нашего Сайта Вот собственно Говоря Я пока Завершаю показ Презентации Так я завершу Показ презентации Да Дмитрий Игоревич Презентацию Вы уже отключили Я так понимаю Вы сейчас Попытаетесь Найти задачу 20 И разобрать Да Если мне Это быстро Удастся То Буквально 2 минутки А если не Удастся Ну значит Вот смотрите Сейчас Вы можете Видеть чат То есть Там вопрос Если увидите На вопросы Отвечайте Пожалуйста Вот например Повторите Правило про угол Между касательной И хордой Был вопрос Значит Если у нас Проведена Касательная И хорда Проведена В точке касательной То угол Между ними Измеряется Половиной Дуги Которая Заключена Между Ними То есть Половиной Дуги Которая Заключена Между Ними То есть Должна быть Касательная И хорда Проведенная В точку Касания Вот Ну Угэ Как вы знаете Да Дмитрий Кто хотел Почерпнуть Для себя Что-то Новое Почерпнул Сейчас я Обращаюсь К школьникам Друзья Значит На следующей Неделе У нас Будет Проходить Целый Цикл Цикл Уроков По подготовке К ОГЭ По русскому Языку Поэтому Вам это Надо Заходите На наш Сайт График Вебинаров По русскому Языку Находите Эти Занятия Записывайтесь На них И подключайтесь В нужный день И в нужное Время Так что Вот эта Информация Для вас Значит Скачать Презентацию Вы сможете Не сегодня Так завтра Точно На нашем сайте На странице Вебинара Видеозапись Будет Размещена В конце Нашего Онлайн Марафона Большого Это Будет Конец Апреля Но Это Сделано С той Целью Чтобы Вы Присутствовали На уроках Онлайн И чтобы Общение У нас Было Интерактивное Сейчас Я обращаюсь К Учителям Уважаемые Коллеги Вы Не покидайте Площадку Потому что В 15 Часов У нас Продолжится Вебинар Уже Только Для Вас Мы Будем Более Детально И подробно Разбирать Задания С 1 По 5 В ОГ По Математике Поэтому Если интересно Оставайтесь На площадке Регистрироваться Больше Больше Не нужно Вот Ну А Учащиеся Кому Еще раз Хочется Разобрать Задание 1 5 На УГ По Математике Тоже Оставайтесь Ничего Страшного От повторения Не будет Вот По поводу Сертификатов Уважаемые Коллеги Сейчас У нас Нет Такой Возможности Рассылать Сертификаты Как вы понимаете Все мы Работаем Из дома Как только Мы сможем Вернуться На свои Рабочие Места Обязательно Займемся Рассылкой Всех Сертификатов За вебинары Проведенные И в марте И в апреле Ну Подождите Чуть-чуть Как все Только устаканится Мы вернемся В привычное Русло Обязательно Вы все Получите Свои Сертификаты Тем более Вы же Регистрируетесь На вебинары Вы заполняете Анкету Соответственно Все ваши Данные Остаются В базе Данных Скачать Презентацию Можно будет На нашем Сайте На странице Вебинара Я уже Говорила Об этом По поводу Наших Книг Друзья Вы Те Кто еще Не знаком С нашими Книгами У вас Есть сейчас Прекрасная Возможность С ними Познакомиться Зайдя На сайт Полистать Книжки И со Скидкой 30% Которое Издательство Дает Только Участников Нашего Онлайн Марафона Сделать Покупку Но для Это Вам Необходимо В специальную Страху В интернет Магазине Вести Промо Код Мы вместе Его Нужно Написать Одним Словом Скидка Просчитывается Автоматически И зачастую Она покрывает Расходы На доставку Наши Все заказы Формируются Уходят Дважды В неделю Так что С этим проблем У нас нет Поэтому Пожалуйста Сейчас Заходите На наш Сайт Интернет Магазин Покопайтесь В наших Книжечках Найдите То что Вам Интересно Полезно Ну и Вот Я же говорю Со скидкой 30% До конца Апреля У вас есть Такая Возможность Покупать Все Книги Нашего Издательства Не только По математике Но и По другим Предметам Еще Приглашаю Всех Учащихся В первую Очередь На Все Наши Остальные Предметы Онлайн Марафон У нас Проходит Также По другим Предметам Вот Сегодня У нас 17 часов Запланирован Урок По русскому Языку Но он Касается Выпускников 11 классов Мы будем Разбирать Задания ЕГЭ По русскому Языку Завтра У нас Биология Послезавтра География Химия Ну так Что Заходите На сайт Все Все У нас Есть А сейчас Мы сделаем Небольшой Перерыв И в 15 Часов Снова Подключаемся Или Остаемся На этой Площадке А вот К нам И подсоединяется Лектор Наверное 20 задание Все таки Мы разберем Да Сергей Игорь Дмитрий Да Разберем Это все Накладки Дистанционной Работы Нехватка Рецензирования И так далее Выскочила По ошибке Один слайд Случайно Я удалил Видимо При подготовке Ну вот Ничего Меня слышно Сейчас Да Алло Меня слышно Так Я надеюсь Что меня слышно Так Все хорошо Все слышно Видно Продолжайте Работу Да Значит Вот такая Задачка Какие Следующих Утверждений Верны Это 20 задача Из первой части Требующая Краткого Ответа Здесь Даны Три утверждения Спрашивайте Какие Из них Верны А могут Спрашивать Какие Неверны Я бы Советовал Напротив Каждого Утверждения Ставить Плюсик Или Минус Чтобы не забыть Потом Выписать Нужные Ответы Значит Первое Медиана Проведенная Из вершины Прямого Угла Является Радиусом Описанной Около Прямоугольного Треугольника Окружности Это Абсолютная Правда Потому Что Вот Медиана Проведенная Из вершины Прямого Угла Является Радиусом Описанной Окружности И Центр Описанной Окружности Прямоугольного Треугольника лежит в середине гипотенузы. Это надо знать. И вот все те три отрезка, которые здесь помечены рисками, это, соответственно, радиусы этой окружности. Вот. Соответственно, это утверждение верное. Ставим напротив него плюсик. Дальше. Существует треугольник со сторонами 7, 3 и 2. Это утверждение неверно. Почему? Потому что нарушается неравенство треугольника. То есть 2 плюс 3 это меньше, чем 7. А у нас, соответственно, сумма, любая сторона должна быть меньше, чем сумма двух других сторон по неравенству треугольника. Значит, это тоже надо знать. Это утверждение неверно. Ставим напротив него минус. Ну и, наконец-таки, площадь ромба равна произведению квадрата его стороны на синус угла между смежными сторонами. Ну, мы знаем что? Что площадь параллелограмма равна АВ умножить на синус альфа. Даже было в этом варианте, в 14-м задании, эта формула. Ну, ее бы неплохо все-таки знать. АВ умножить на синус альфа. То есть две смежные стороны на синус угла между ними. А в случае ромба у нас смежные стороны между собой равны. Вот он и получается А умножить на А и умножить на синус альфа. То есть А квадрат умножить на синус альфа. Таким образом, утверждение 3 верное, и напротив него ставим тоже плюсик. И получаем, что напротив 1 и 3 у нас стоит плюсик, поскольку это верное утверждение, а напротив утверждения 2 стоит минус, так как это утверждение неверно. В ответ выписываем 13, то есть без пробелов, а номера верных утверждений. Если бы спрашивалось, какие утверждения неверные, то в ответ бы выписывались число 2. То есть, в общем, вот получается такая вот задачка. Соответственно, тут надо аккуратно знать много фактов из геометрии и аккуратно это всё решать. Ну, собственно, на этом уже теперь всё. Желаю всем, конечно же, в первую очередь здоровья, поскольку в первую очередь это является очень важным. Ну и, конечно же, не терять время и продолжать готовиться к ОГЭ, которое никто по математике не отменял. Ну, на этом я, наверное, прощаюсь. До новых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok